Дорогие друзья, хочу вам доложить, что только недавно открыл для себя священника, можно так сказать, глыбу, которого можно назвать бомбой, способной взорвать людские умы, стремящиеся найти в душе своей Бога, познать истину, понять смысл своей жизни, для чего он живет. Я вот за свои 67 лет, каких только не слышал священников в своих проповедях, больше уделяющих внимание тому или иному празднику, рассказывая о его истории. Даже если кто и говорил о практике жизни во Христе, все равно до людей ну как-то не доходило и не производило такого впечатления и действия, которое оказывает священник Константин Карипанов. Он затрагивает одну из важных тем церковной жизни людей и говорит о значении этого таинства причащения святых христовых тайн, тела Господа нашего Иисуса Христа и честной его крови. В последнее время люди к этому величайшему таинству подходят, как замечено, ну как к обязательному что ли атрибуту в церкви, не рассуждая о том, какие последствия могут возникать, если к нему недостойно приступать. Как пишет святой апостол Павел в послании Коринфянам в 11 главе 29-31 стих, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». Но мы не верим в это. Приходим в храм в конце службы и дерзаем приступать к причастию без подготовки, вооружившись словами, успокаивающими самих себя. Бог простит. Бог-то простит, если мы не только просим прощения, но и терпим наказание. Святой апостол Павел в послании к евреям, в 12 главе 7 стих пишет, «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Да еще мода в последнее время пошла, что детей вводим каждую службу на причастие. И сами в это время даже не думаю причащаться». Профессор Московской православной духовной академии Алексей Личосипов постоянно в своих лекциях вот этот момент сравнивает с теми, кто в грязных сапогах по чистому полу вступает, когда родители не причащаются, а причащают только своих малолетних детей. Приходят в конце службы, но это другой вопрос. И таким образом причащают, думают, что все это поможет детям, которые бессознательно приступают к этому таинству. Вот так и родители чистую душу ребенка пачкают своей неочищенной душой. Но ребенку до 7 лет все равно непонятны действия этого таинства. И просто детишки привыкают. Но если бы посмотреть, что они во время богослужения творят, родители которых не в состоянии унять их, то подумаешь, что во вред и причастие. Многие оправдывают их, мол, они еще маленькие. Вы знаете, проблем у нас хватает. И как только человек начнет жить по Евангелию, если только начнет, сразу видит и немощи свои, и страсти, и грехи. И если никакого изменения в себе он не видит, как говорит священник Константин Карипанов, то он причащается впустую. Но давайте потратим время, чтобы послушать дорогого батюшку, а не меня, от проповеди которого просто невозможно оторваться. Но мы вернемся к образу вот этой ожидающей невесты. Невеста ждет, церковь невеста ждет, когда явится Христос. Она готовится, она украшается. А чем она украшается? Что украшает невесту? Что является брачной одеждой? Ведь вот эти брачные одежды, это тоже непростой образ. Если мы посмотрим священное Писание, то мы увидим, что брачные одежды, это одежды, омытые кровью Агнц, кровью Христа. То есть, сохранить церковь в чистоте, возможно, только если всякую нечистоту омывать кровью Агнц. То есть, через наше и всеобщее причащение всей церкви, она, вступая в причащение, она омывается кровью Агнц, очищает одежды кровью Агнц. Очищает. То есть, изначально одежды чистые, но они, поскольку время идет, запятнываются. И эти пятна надо выводить кровью Христа. Грехи, нечистоту, скверну омываются кровью Христа. Откуда они берутся, эти одежды? Они даются нам и церкви в день крещения. Если вы, скажем, переживали когда-то крещение, помните, может быть, вот, вы одевали белые одежды, так называемые крестильные рубашки, и ходите вокруг купели с пением «Во Христа крестистисе, во Христа облекостисе». Вот, в день, когда церковь выходит из купели, когда каждый выходит из купели, он облачается в ризу чистую. «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яка ризую», поет церковь. В отношении каждого человека и в отношении всей себя. То есть, церковь одевается в новую одежду, когда каждый из нас крестится. Грехи его очищаются, душа его обновляется, и он одевается в свет и получает светлую брачную одежду. А потом эту одежду надо сохранить незапятнанной. И чтобы она не запятналась, нужно очищать ее кровью Агнца. Регулярным причащением мы омываем, очищаем, смываем те грехи, которые у нас есть, ту скверну, ту неправду, ту нечистоту, которая у нас накопилась, мы ее очищаем этой кровью Агнца. И таким образом, выходя из крещения и причащаясь, омываясь в крови Агнца, церковь сохраняет свой брачный вид и, сохраняя благодать святаго духа в себе, она сохраняет залог данный нам. Сознавая, что в нас этот дух действует, мы имеем свидетельство того, что мы обручены Богу и, сохраняя верность и воспламеняя любовь к Богу, мы возрастаем в ожидании того, что Царство Божие нам будет дано, ибо мы к Нему приближаемся. Поэтому так важно всякому всей Церкви и так важно каждому члену Церкви стяжать Святой Дух. Он нам дается в день крещения, и в нем надо возрастать, его надо всячески хранить. Он будет прорастать в нас сам, но его всячески надо хранить. Его можно потерять. Кто-то впадает в прелесть, кто-то теряет веру, кто-то теряет благодать. Люди грешат, каются, отпадают от Церкви, снова в нее возвращаются. Это процесс долгий, но в итоге-то на момент, когда нас Бог призывает к себе, очень важно, сохранили мы в себе эту благодать или нет. Приумножили мы ее хоть на немного, дали мы семечку Святаго Духа прорасти или нет. Вот другая притча о талантах, например. Например, человек талант зарыл в землю, то есть благодать ему была дана, но он ее зарыл, он ее никак не реализовал. И в день, когда придет его господин, в день, когда придет его жених, он будет извергнут во тьму кромешную, потому что он не развил вот эту данную ему благодать. Поэтому стяжание Святаго Духа по мысли Нового Завета и по свидетельству преподобного Серафима является главным родом деятельности, главной деятельностью для всякого христианина. Он должен стяжать благодать Святаго Духа, в ней возрастать, ею жить. Это состояние верности Богу, что вот он хранит и возвращивает любовь ко Христу. Поэтому вот этот принцип является системой, а мы его упустили. Мы сейчас не стяжаем благодати Святаго Духа, об этом никто не говорит, этого почти никто не делает, и вообще разговор об этом не идет. К чему свелась жизнь человека? К тому, что, ну, что такое христианин? Вот спросить любого человека, что такое христианин. Ну, и большинство, наверное, скажет, ну, вот, а что такое? Это тот, кто верит во Христа, тот, кто исповедуется и причащается, ну, молится. Да ведь? Вот, собственно, весь набор христианской деятельности, ну, вот таким образом будет перечислено. Да ведь? А, заповеди еще. Кто же их исполняет, заповеди? Да где вы такого видели? Так вы же про это не скажете? Хорошо, а какие заповеди вы должны исполнять? А? Возлюбить ближнего, как самого себя? Ужас какой! Вы где такое прочитали-то? Это что ж такое-то? Вот христиане тоже. Возлюби ближнего своего. Вы видели таких христиан? А? Пытаетесь? Ну, хорошо. Да нет, я знаю, что вы пытаетесь. Ну, на самом деле, отрадно слышать, отрадно слышать, что люди помнят о том, что, главное, заповедь возлюби ближнего своего, как самого себя. Это здорово. Конечно. Конечно, тяжело. Но радостно не то, что... Вот, конечно, тяжело. Но радостно то, что вы, по крайней мере, знаете, что есть заповедь о любви к ближнему. Не заповедь о великом посте, не заповедь об оканоне Андрея Критского, не заповедь о поклонах или их отсутствии, не заповедь о том, чтобы, там, например, ходить и причащаться, там, на какую-нибудь литургии прежде священных даров. Или, там, до первой звезды не есть. Или, там, не вкушать галеты, если там Е-125 есть. Вот, если вы знаете, что вот таких заповедей нет, уже неплохо. Уже есть надежда на то, что вот, действительно, люди, так говорящие, так думающие, живут благодатью Святаго Духа. Возлюби ближнего, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себе. Если человек эти заповеди помнит и стремится исполнять, то, несомненно, он живет, хотя, может, он этого вполне и не сознает, он живет благодатью Святаго Духа. Но, на самом деле, жизнь в этой благодати, стяжание этой благодати и является главным деятельностью человека, целью христианской жизни, как говорит преподобный Серафим. Об этом свидетельствует Священное Писание. Об этом свидетельствуют Святые Отцы. Об этом свидетельствует Божественная Литургия. Она говорит о том, что для того, чтобы вам причащаться, нужно быть каким? Святым. Святая Святым. Это не просто, скажем, какое-то там красивое восклицание, а именно свидетельство того, что человек, приступающий к причащению, должен быть святым. Святая дается святым. И для того, чтобы быть святым, у него все для этого есть. Он же и причастен благодати Святаго Духа. Она дана ему в день крещения. Она дала ему эта благодать, очистила его одежды, омыла его грехи. И он должен только эту благодать Святаго Духа сохранять в себе, чтобы семечко проросло. Он должен делать то, что велит ему делать Дух. Но дальше, как вы там у Серафима Саровского прочитаете в этой беседе о цели христианской жизни. Но он должен, только сознавая в себе действие благодати Святаго Духа, он должен, сознавая это действие, должен причащаться. Если он не святой, если он не чувствует в себе действие благодати Святаго Духа, то он не может причащаться. Это традиционное понимание, то есть так учит нас Священное Писание, так учит нас Святые Отцы, так учит сама литургическая, вот композиция литургии, слова литургические. Но вместо этого сейчас пришло совсем другое. Все это началось именно по этой причине, по этой причине, скажем, люди прежних эпох причащались редко. Это не значит, что это хорошо. Это может быть так же плохо, как ежедневное или еженедельное причащение. Потому что вопрос вообще не в количестве причащений, а в том, что я должен сознавать себя, испытывать себя, бороться со своими страстями и наблюдать за собой в Боге я или нет, в Духе я или нет. Действует во мне благодать Божья или не действует. И люди причащались редко именно испуганные тем, что, ну как бы это дело ответственное, это дело важное, надо к этому подготовиться. По сути дела, они делали причащение столь же формальным, как и мы. Потому что они думали не о том, что вот вести в соответствие свое состояние, как жизни в Боге, жизни в Духе, сохранение веренного мне залога, они не так мысли жизни, а надо просто причащаться иногда и что-то делать там, вот какие-то обряды церковные исполнять. Они причащались столь же формально. Единственное, что у них было хоть сколько-нибудь хорошего, это сознание того, что причастие это важно, это ответственно, это серьезно. Причаститься нельзя, так что взял, забежал, вкусил и убежал дальше. Так, конечно, было невозможно. И поэтому люди придумали говение. То есть, что такое говение? Говение, это по сути дела маленький великий пост, который человек налагал на себя перед тем, как он собирался причаститься. То есть, он всерьез каждый день молился, ну не каноном Андрея Критского, но вычитывая очень много молитв, отказываясь от еды, отказываясь от удовольствия, погружая себя в некое постное пребывание для того, чтобы как-то страсти почистить, настроиться на причащение и это сделать. Но иногда, если это было от полноты сердца, от полноты любви, от желания именно от сознания того, что я соединяюсь с Богом и должен хоть как-то привести себя в надлежащий вид, почистить свою одежду, я на встречу со Христом иду, если это не было формальностью, то это созидало человека, потому что само по себе говение проникнуто подвигом и самоотречением и благоговением. Благоговением. Отсюда собственное слово говение. Вот. То есть человек благоговел перед тем, с кем он соединяется и старался на встречу подготовиться. Это было такое действие. Потом все это изменилось. Изменилось, ну, я не знаю, сколько в церкви, изменилось, по сути дела, ну, на моих глазах. Изменилось 90-е годы, то есть я еще пришел в церковь в 90-м году, и меня учили и священник, и тамошние, кто женщины были, бабушки, они меня учили, что вот причащаются только постами. Вот, это не хухры-мухры, это вопрос серьезный, надо подготовиться, если ты хочешь подготовиться, надо всерьез попаститься, как-то какой-то подвиг понести. Меня еще это мучило, и вот на глазах все это поменялось, и за 90-е годы все изменилось, это так называемое литургическое возрождение. Из чего исходили люди, которые это литургическое возрождение осуществляли? Они исходили из того, что Христос прямо говорит о том, что причащат, и церковь первенствующая, причащается каждое воскресенье. То есть люди собирались в церковь и причащались каждое воскресенье. И Христос настойчиво говорит о том, что надо причащаться в этом жизнь есть. То есть выходят-то они исходят из правильных положений. Это правильная мысль. Христианин должен причащаться каждое воскресенье. Это правда, это закон жизни, это норма христианской жизни. Но как однажды эпизод такой был, собираются два христианина, мой друг, один, другой товарищ, лететь в самолете. Вот, но поскольку самолетом летают редко, немножко трепещут и говорит один другому, вот, ну, по идее, мы христиане, нам бояться нечего. Вот, пауза, другой говорит, а кто из нас христианин? Ну, то есть, в Христа все верят, но когда ты встречаешься с какой-то опасностью, ты заглядываешь внутрь себя и спрашиваешь себя, ты правда христианин? Ты правда возлюбил Господа Бога своего всем сердцем своим? Ты правда возлюбил ближнего своего, как сам себе? Ты правда отрекся от своей воли, взял крест и пошел за Христом? Ты правда любишь Христа больше, чем отца, мать, жену и детей? Ты правда чувствуешь, что Христос утешает тебя благодатью святого духа? С чего ты решил, что ты христианин? Только на том, что ты исповедуешь веру во Христа, но делами своими ты отрекаешься от Него? И вот этот суд над собой, он весьма примечательен перед лицом какой-то опасности или там еще чего-то, какой-то неожиданной вещи, но вот это вот представление о том, что христианин должен так жить, именно причащаться раз в неделю, было оторвано от всего строя остальной жизни, воскресенье, то есть, да, христианин должен причащаться раз в неделю, каждый воскресенье, но христианин что-то и другое должен. Когда мы берем из Священного Писания что-то одно, мы приобретаем сектантскую установку, мы выбрали то, что нам считается важным, но в Писании есть еще другие важные слова, которые мы не сочли нужным напомнить. Ну, например, о том, что судить себя надо перед причащением, не просто на исповедь сходить, а себя осудить надо всерьез, по-настоящему, как вот эти два моих товарища, которые перед один из них, по крайней мере, себя осудил и этим засвидетельствовал, что раз он себя судит, значит, благодать Святаго Духа в нем не умерла, ибо все обличаемое от света является. Но если я прихожу на исповедь, а себя не сужу, я просто перечисляю свои ошибки, а суда-то нет, причем перечисляю это так как-то невнятно, неуверенно, как-то, ну, как вот мне один человек сказал, я, наверное, батюшка в чем-то и грешна, но в чем не знаю, ну, вот вроде у меня это есть, но я не знаю, и правда это вот виноватые в этом нет, то есть, собственно, суда-то над собой нет, хотя каждый человек, каждый, абсолютно каждый человек может прийти на исповедь и сказать, Господи, прости, я тебя не люблю, он это может сказать, потому что по двум причинам, во-первых, помышления о Христе не занимают всего человека, но не занимают они, но я не думаю о Христе 24 часа в сутки, я не исполняю его волю 24 часа в сутки, ну, может, полдня, может, меньше, остальное время я о других вещах думаю, я за это себя сужу, я знаю, что любой человек, потому что если сюда пришел бы Серафим Саровский, он-то бы нашел о чем плакать, если мы не знаем о чем плакать, то значит мы совсем не любим своего Бога, совсем Христа не любим, и об этом мы можем сказать просто потому что мы не думаем о нем, мы не размышляем о нем, мы не стремимся только к нему, мы стремимся в магазин, мы стремимся там, не знаю, вот, покушать, одеться, там, помыться, нам это удовольствие доставляет отдохнуть, полежать, ведь если бы мы любили Христа всем сердцем, мы бы жили как Нил Столобенский, Серафим Саровский, Сергий Радонин, ну понятно, да ведь, вот, если мы так не живем и жить не способны, от нас никто этого не требует, но мы-то сами можем знать, что мы не возлюбили Господа всем сердцем, мы любим еще мир, он не судит нас за это, но мы-то сами себя должны за это судить, что мы не преданы Богу всем сердцем, а вторая причина, по которой навсегда есть что сказать, что мы не любим Христа, потому что любящий Христа заповедь его соблюдет, а мы не соблюдаем заповедь, стало быть, из этого мы не любим Христа, хотя, конечно, есть, попадаются такие уникальные люди, вот, иногда руки опускаются, говоришь, ты любишь всех людей? Да, люблю, еще еще скажешь, ну, любит он всех людей, вздохнешь, так, ну, ладно, святой человек, вот, любит всех людей, вот, вы говорите, там, трудно любить, сразу видно, Божий человек, да, потому что человек нормальный, адекватный, хоть сколько-нибудь живущий с Богом, он понимает, как трудно, как невыносимо трудно любить даже того человека, которого по естеству-то любишь, но этого естества не хватает на то, чтобы понести его немощи, потерпеть его привычки, или поухаживать за человеком, который, вот, ну, больной, там, лежит 5-6, вот у меня в одной, там, пять лет лежит, мама, пять лет, и она за ней ухаживает, а у кого-то ведь больше, кто-то мне пишет, там, 15 лет ухаживает за своими близкими, а это же трудно, это вся жизнь вокруг, вот, этой, больничной койки, вся жизнь, уж где не любовь-то, казалось бы, там вот истинная любовь, но они-то приходят на исповедь и плачут, плачут, на взрыв, рыдают, думая, что уже в гиене горят, потому что по сердцу-то они знают, что они не любят их, они служат, заботятся, помогают, но иногда такое вот внутри вспыхивает раздражение, такой гнев, такое вот инфернальное чувство, что, да слез, как, как я умирать-то буду, как же я жить-то буду дальше с этим, люди знают, люди знают, как трудно любить другого человека, и вот то, что мы не исполняем заповеди Божьи, мы знаем, что мы, да, вот нам есть, в чем каяться, мы раздражительны, мы самолюбивы, мы своевольны, мы жалеем себя, а на других у нас не хватает сил пожелеть, и вот когда причащение становится единственным выражением христианства, единственным, когда оно отрывается от других заповедей Христа, когда оно отрывается от того, чтобы стяжать благодать Святаго Духа, то есть заботиться, чистить себя под благодатью, заботиться о том, чтобы исполнять заповеди, и когда их не исполняем, плакать об этом, вот это состояние, оно нерасторжимо связано с причащением, то есть мы должны жить, как христиане, жить в Боге, жить в благодать, и причащаться в воскресный день, тело и крови Иисуса Христа, для того, чтобы дальше жить в Боге, жить в благодати, жить, причащаться, и так вот наша жизнь пройдет, но если мы все вырвали и оставили только одно причащение, только одно, уже без подготовки, без какой бы то ни было, потому что давно уже, ну там формально оставили вычитать чего-то там, при чем тут вычитать, смысл в том, что мы должны очистить себя настолько, чтобы обновить себя в благодати Святаго Духа, то, о чем написаны все, без исключения послания апостолов, обновить себя в любви к Богу, в любви к людям, в чистоте, в молитве, в смирении, в кротости, в послушании, в вере, постоянно чувствовать себя живым, вечно обновляющимся человеком в плаче, в слезах, в трепете, в исполнении заповеди Божьей, в сокрушении о том, что мы их не исполняем, вот это будет постоянная жизнь и заключается, в недельная жизнь, и заключается она причащением тела и крови Иисуса Христа. А если ничего нет? Вот ничего нет. Вы причастились и живете, как обычно, обыкновенно. Ну да, вы читаете какие-то молитвы, но они не трогают ваше сердце. У вас нет плача о своих грехах в течение дня. Вы ни о чем не сокрушаетесь, ни о чем не переживаете. Вы, конечно, прочитали молитвы, но в целом дальше вы за этот день осуждали, ревновали, завидовали, там, сердились, раздражались, кого-то даже как-то обозвали. Потом пришли, спокойно прочитали молитвы, легли спать. Бестрепетно. На следующий день то же самое. Опять зависть, опять обиды, нестроение, вот, какое-то там еще что-то, какие-то страсти. Тут переели, там перепили, там поругались, тут посмотрели что-то неприличное, потом праздновремя провели. Вот, ничего, пришли, спокойно прочитали молитвы и легли спать. И все живете, по сути дела, как все люди. Все люди. Просто вместо гимна Советского Союза вы на ночь глядя и с утра читаете какие-то молитвы. Но они же вас не трогают. Вы же не переживаете, если с этим. А потом наступает день воскресенья. Надо, именно так, надо причаститься. И я стою на вечерний, на всеночном денье, подхожу на исповедь, перечисляю грехи, которые помню, также без сокрушения, без трепета, без плача, без содрогания, без какого-то живого отклика на Бога, стучащегося во мне сердце, в мое сердце, на Бога, который во мне живет. Просто формально подхожу. И формально так же причащаюсь. Поэтому у нас и возможно такое, что мы стоим в очереди к присчастью, толкаемся локтями, работаем. Ты чего стоишь? Давай двигайся скорее. Вот. Я тороплюсь, опаздываю. Ты не понимаешь, что ли, что мужчины первые идут? Что ты встал там? Давай скорее, иди двигай ты. Очередь тут задерживайся. Видишь, нашелся тут лицемер, тоже он будет последним стоять. Давай вперед. Вот. И там разные искушения. Перед, потом после. Тут запивку не поделили. Там что-то кто-то где-то уронил. Кто-то на кого-то накричал. Вчера рассказали, что там вот написал мне человек в храме в одном Екатеринбусе. Подрались. Реально подрались. Кулаками два мужчины. Подрались. Сразу после причастия. На выходе из храма. Оба причастились. Ну, нормально. Скорее всего, они даже это самое, не почувствуют, что-то произошло. Каждый негодует на другого человека. Это потому, что деятельность, которая бы делала нас христианами, то есть, что такое христианин? Это же не образ мысли, что я считаю, что есть Христос и Он Бог. Христианство не образ мысли, христианство – образ жизни. И христианин, он не знает, что он лучше других, совершеннее или чисти, что он живет во Христе, проживая каждый день свой грех, выталкивая его из своей жизни покаянием и плачем, падая и плача над тем, что упал. Именно так Христос проявляет себя в жизни каждого человека. Благодатью святаго духа, свидетельствующий мне о том, что я согрешил и помогающий мне после этого греха очиститься и примириться с Богом. То есть, по сути дела, вот согрешил я на моей душе, на моей одежде осталось не просто пятно, осталась как бы вот капля кислоты, которая прожигает меня насквозь. Вот как будто кислоту. Ведь грех – это не просто пятно, это яд, разрушающий человек. И вот этот яд капнул в мою душу. И покаянием, обращением к Богу, сокрушением сердечным, в тот же момент, когда я получил действие этого яда, я его упраздняю. Понимаете? Яд не действует. Я в благодати Святого Духа сокрушился, обновил себя, оплакал, и яд не действует. Душа моя жива. Но след остался. Действие осталось. Оно может возобновиться. Я прихожу, и причастием омываю эту рану моей души, она действует, делается снова чистой душа. Вот ничем не отравленной, как будто ничего не было. То есть, это двойное действие сокрушения и плач, он утверждает мою жизнь в Боге, в благодати. Он делает меня способным жить, думать, чувствовать, как христианин. А причащение, соединение со Христом делает меня вновь, очищая меня от всех грехов вот этого времени, делает меня способным вновь вот так вот в течение недели прожить, реагируя так на всякий мой грех. То есть, если я не причащусь какое-то время, вот, долгое, то у меня возможности оплакивать мой грех, реагировать на свой грех, изымать из сердца, выплевывать и вытаскивать заносы греха, такой возможности не будет. Я потеряю к этому интерес. Мне будет больше это неинтересно, и я просто стану констатировать грехи. Да, сужу, батюшка, и чё? И буду судить. А я не верю, что можно с этим справиться. Я не встречал таких людей. Но ведь если ты судишь, ты же убиваешь себя. Да, это ничего не убивай, пойду, причусь, все нормально будет. То есть, человек не содрогается от того, что он нарушил заповедь Божью. Он не содрогается от того, что он не любит своего Христа. Он не содрогается от того, что он не чувствует смертельной вот уязвленности этим грехом. Он просто стал уже формально всё исполнять. Он формально живёт, формально исповедуется, и стало быть, формально причащается. Суд в том и состоит, это сама способность постоянного обновления себя в суде над собой. способность себя судить в свете благодати заповедей, благодати духа и есть жизнь. Потому что, когда мы умерли, мы уже не судим себя. Всё, мы знаем, мы просто констатируем факт. Да, согрешил, ну и что? А пока мы судим себя, мы говорим, да, согрешил, Господи, я не могу, прости меня, прости, прости. Это становится плачем, криком, рыданием, стоном. Человек, он живой, он чувствует, что его ранил грех, вот, ну как вот еще, я не знаю сказать. Если вы колете иголкой человека, и он не реагирует, значит он труп. Если вы совершаете грех, и душа никак не проявляет себя, то она мертва. Если вы согрешили, вы сразу это чувствуете, ну пусть не сразу, но через два дня. Ну пусть не через два дня, хотя бы в момент исповеди, когда вы приходите и плачете перед исповедью, после исповеди, во время исповеди, но перед причащением вы содрогаетесь, вспоминаю жизнь вашу на прошедшей неделе, вы живы. И пока вы это делаете, естественно, вы можете причащаться. Само собой. Но если вы уже не чувствуете этого, если грех вас не волнует, если это превратилось в простую констатацию фактов, то вот ничего нету. Жизни нету, и причащение уже не является причащением жизни, оно является причащением суда. И вы, вместо того, чтобы обновляться каждое воскресенье в способности судить себя, в способности видеть и резко реагировать на то, что вы грешите. Вы вот становитесь просто формально регистратором каких-то отступлений от каких-то норм и правил, ну просто регистрируете это и все. И регистрируете это неправильно. Потому что когда человек умер, душа у него умерла, он обычно обращает внимание совсем не на то, на что обращает внимание Христос. То есть он говорит примерно, то есть начинает каяться в том, что он съел галеты с ешками, что он там пост нарушил в среду, пятницу, что он там иконка у него не протертая, что он поклоны положил, а не знал, что их нельзя ложить. Вот еще там что-то вот. Ну это вот чисто совершенно не о грехах, а о том, что он не любит Бога, не любит своих людей, родственников, семью свою, что он раздражен, что он гневен, что он судит, что он обижен, что он жалеет себя, что он не горит желанием исполнять заповеди Божьи, вот этого в нем нет. И раз у нас сместился вот это полнота жизни, в которой есть борьба с грехом, борьба с каждым своим прегрешением, но в благодати Святаго Духа, которая завершается причащением, и в нем же черпает силы для дальнейшего вот этого борения со грехом за утверждение своей жизни, как жизнь во Христе. Мы взяли вот эту полноту, разорвали и сказали, главное причащаться. и тем самым ничего не изменили по существу. Те, скажем, люди, которые жили в 19 веке, они причащались редко, кто-то раз в год, кто-то четыре раза в год, ну максимум может пять раз в год. Вот, это формальный признак был, они боялись, что это все-таки трудная вещь, трудно, надо к этому подготовиться. И это было неправильно. Ну и то, что получилось сейчас, тоже неправильно. Потому что дело не в том вообще, сколько раз ты причащаешься, а в том, живешь ты Христом, живешь ты в церкви, причастен ты церковной жизни или нет. А причастность церковной жизни тем и опознается, что ты живешь в духе, ибо кто духа святаго не имеет, то ты не Христов, тот и не церкви принадлежит, тот сам по себе человек. И действие духа, я хочу вот всегда это подчеркнуть, совсем не в том, что, скажем, я чувствую какую-то благодать, прям пришел и чувствую. Вот не в этом. Это может быть благодатью, может не быть благодатью, это вообще не о том. Благодать святаго духа определяется в том, в любом человеке, что он резко, очень резко и очень глубоко реагирует на свой собственный грех. И у него вот любое его прегрешение вызывает болезненный спазм, ему плохо, потому что любой грех есть смерть. Если вам сейчас ударить дубиной, да не по голове, просто по спине, вы же почувствуете это, потому что вы живые, труп можно бить сколько угодно, он не чувствует, а вы удар получите и почувствуете. Что вы там дубиной, на ногу наступи и уже чувствуешь, что очень некомфортно. Толкнет кто-нибудь там в метро неудачно и все тело болит. Так вот грех-то это же по душе удар наносится, это по душе. Если она не реагирует на него, как на некий тяжелый удар, как спазм боли, значит душа мертва. И вот Дух Святой свидетельствуется тем, что мы согрешили и чувствуем это, и нам стыдно, и мы хотим обратиться к Богу и сказать Господи прости, исцели, помоги, убери этот грех от меня. Я не хочу так грешить. Вот так вот свидетельствуется свое причастие Церкви и благодати Святого Духа. А если мы уже не чувствуем, то мы мертвы, и тогда причащение, оно ничего нам не делает, и никаким образом нас не меняет. И именно об этом и говорит притча о званых на брак. Ведь пришел туда человек, пришел живить он на брачный пир, на причастие, но не в брачной одежде пришел. То есть он не постарался для того, чтобы благодать и Святаго Духа обновить себе. Вот мы получили при крещении эту брачную ризу. Не только как одежду, которая на нас висит, а это благодать, которая в нас светится. И она светится тем, что мы идем к свету и ненавидим зло, которое сами и делаем. И вот это и есть светлые ризы наши. Это способность себя видеть в свете Христа, оплакивать свою греховность, свою смерть, свои ошибки, и иметь силы этой же благодатью эти ошибки изглаживать, от этих привычек отстраняться. этот грех благодати святого духа смывать. И мы в покаянии все время обновляем себя, приходим, причащаемся, и снова получаем ту же силу вот обновлять себя в покаянии. А человек, пришедший не в брачной одежде, это человек, который не видит своего безобразия, не гнушается своим безобразием. Да какая разница, какой я? Я пришел к Богу, пусть он меня чистит. И этот образ изгнанного с брачного пира человека только за то, что он пришел не в брачной одежде, он как раз и говорит, как опасно, как страшно причащаться человеку, который не обновляет себя покаянием, который не заботится о том, чтобы стяжать свет, который не борется за то, чтобы стоять в свете. Люди думают, потому что они давно уже отошли от традиции. Люди думают, что быть в свете, это значит, я стою весь такой, а на меня все смотрят. Как светится человек, глаза закрывают, как на Моисея. Покрывало приходилось надевать, чтобы не ослепли люди от сияния его лица. Люди говорят, вот, я, конечно, не такой светлый. О чем говорит? свет, который в нас светит, совсем другой. Этот свет показывает нам нашу неправду. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесиным, все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет. То есть, все наше сознание своей греховности и есть свет. И мы тогда в свете, когда видим себя грешниками и ненавидим это состояние. Понимаете? Вот тогда мы и есть в свете. И для того, чтобы в этом свете устоять, мы должны всегда реагировать на обличение этим светом в нас рождаемые, чтобы с помощью этого света тьму эту и пожигать. и поэтому, когда мы читаем, скажем, про великих святых, скажем, хоть про Антония Великого, хоть про Серафима Саровского, они-то сами себя видели какими? Людьми чрезвычайно грешными. Они это видели. И поэтому наше приближение к свету, наше постоянное обновление в свете тем и фиксируется, что мы начинаем как Иоанн Лесечник пишет, когда мы начинаем видеть свои грехи как морской песок, вот тогда мы находимся в начале нашего исцеления. А люди наоборот приходят в изумление и говорят, мне кажется, что вообще грешнее меня нету никого. Ну да, так и должно быть. С этого вы встаете на путь служения Богу, на путь хождения в благодати Божьей. Вы должны это увидеть. А если вы не видите своих грехов и стоите думаете что бы такое сказать-то, что бы вспомнить-то, какие-то грехи все равно есть, что бы вспомнить, что бы вспомнить. Еще бы не знаю, что вспомнить. Вот и подходим, наверное, в чем-то виновата. Не могу вспомнить, забыла все. Но наверное, в чем-то виновата, раз надо каяться, ну я покаюсь, конечно, дело не хитрое, вы меня только к причастию А человек, который живой, он видит эти грехи, он не может их перестать оплакивать, он не знает вот с чего начать и чем закончить, потому что он видит их огромное количество и не знает, как ему совсем с этим жить. Вот тогда начало исцеления, вот эта притча о брачном пире, где говорится об изгнанном с брачного пира человеке, оно и должно нас отрезвлять, что на самом деле можно прийти на брачный пир и быть изгнанным, если одежда у тебя не брачная, если ты не обновил себя покаянием, если ты ежедневно не обновляешь себя покаянием, то у тебя ничего не получится на брачном пире, ты не сохранишь залог, ибо дух ты потерял, только духом святым покаяние и дается.